Какие камины строят сегодня в современных домах? Какие материалы используют для их строительства? И какие тенденции и тренды сегодня существуют на рынке каминов? Мы решили узнать у ведущих специалистов в области каминов в Санкт-Петербурге Александра Горбунова и Дмитрия Корнеева. Ребята, привет! Привет! Спасибо за такую честь, очень приятное такое, оценочное мнение. Начнем со знакомства. Для тех, кто вас еще не знает, сколько лет уже вы работаете на этом рынке, сколько объектов в ВАМе построено? На рынке работаем мы давно, но активно и как компания Печи Горбунова работаем на рынке Саблет. Нами выполнено более полутора тысяч проектов. Полутора тысячи проектов, вот это да! Мы делаем не только камины, мы устанавливаем ванные печки, делаем парилки и работаем со всеми сегментами и делаем любые проекты. Поэтому у нас достаточно большое количество выполненных работ. Чаще всего что вы приходите делать? Ну, в последнее время это в основном камин. Не знаю, с чем это связано. Вот такие вот шедевры. Расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся в очень живописном месте, в Ленинградской области. Как оно называется? Это поселок Заполье. Здесь целый поселок с домами на продажу. Их строит наш друг. И он продает эти дома с готовыми каминами. Здорово! Расскажите о том мочеге, который сейчас перед нами. У него очень оригинальный дизайн. Расскажите, как это было придумано? И из каких элементов он состоит? Это именно проект. Рассказывай. За основу была выбрана каминная топка астов. Дымоходы мы установили шидами. Одни из наших любимых дымоходов. Зашид он в индивидуальный короб из силиката кальция. Верхушка просто оштукатурена. Полки сделаны из керамогранита. И все это задекорировано деревянными панелями. А вот эти деревянные панели. Интересно, кто это придумал? Это вы покупали или вы делали сами? Сделано все прямо с этого участка. То есть дровники, дерево. То есть это прямо такой полет фантазии. Да, спилено, увезено, разрезано. Именно вот этот вариант придумал сам строитель этого дома. Да, Миналай. Он потрясающий дизайнер. Он сам проектирует все дома и делает ландшафтный дизайн. И это просто великолепно. Мне еще очень понравился здесь с дровницами. Скажите, это сейчас модный такой тренд. Я часто вижу в дизайне камин использование настоящих дров в элементах облицовки. Часто приходится использовать такой способ декорирования? Но дрова не только бывают дровники декоративные, но часто очень удобно рядышком с камином, либо в камине делать функциональный дровник, чтобы подкидывать дровники, не носить их потом с улицы, не было грязи. Конечно. Но еще одновременно они могут играть в такой декоративный дровник. Но дрова это уютно. Это всегда красиво, да. Я думаю, что глядя на этот потрясающий камин, многим захотелось установить такой же суда в строящемся доме. Расскажите, что следует делать человеку, который находится в стадии проектирования дома и мечтает установить в нем очаг? Ему нужно позвонить к нам. Если есть проект будущего дома, то мы поможем выбросить оптимальное место для камина и рассказать, как нужно будет подготовить помещение, чтобы в будущем сэкономить на работах, на материалах. И самое главное, нужно понять, что камин можно устанавливать не сразу. Многие люди ставят его для тепла, и поэтому разбивают на несколько этапов. Сначала ставят топку, делают необходимые изоляционные мероприятия, а вот саму красоту, вот эти термокороба и дополнительные дробники, отделку делают уже гораздо позже, когда есть на это возможности. И это тоже актуально. Изначально поставить достойную топку, хорошие дымоходы, термогидроизоляционные материалы, потому что это такая основа, которая зашивается, и навряд ли захочется разбирать, ломать короба, менять топку. Поэтому советуем не экономить на системах дымоудаления термогидроизоляционных материалов. Если говорить о каминных топках, то как человеку понять, хорошая перед ним каминная топка или плохая? Я считаю, что в первую очередь, наверное, надо довериться специалисту, ну и просто расспросить. Конечно, самому, наверное, будет тяжело отличить, чем каминная топка. Там за 30 тысяч рублей отличается, там за полмиллиона. Ну и плюс в нашем современном мире сейчас доступ к информации открыты, да, и после каких-то рекомендаций можно пообщаться со знакомыми, с друзьями, с специалистами, почитать олдер. Вникнуть немножко в вопрос, чтобы и в дальнейшем понимать особенности специфики, как она работает, как с ней нужно обращаться, потому что это камин, он как женщина, как хорошая машина. К нему надо привыкнуть, с ним надо научиться общаться, и тогда будет хорошая, ну, как бы, взаимосвязь, которая будет приносить удовольствие. А, давайте поговорим про ту топку, которая установлена в этом камине. Рестворите чуть-чуть подробнее про нее. Еще раз повторю, это каминная топка Астов, шириной тысячи стекла тысячи миллиметров, в качестве внутренней футировки был выбран шамотный кирпич, вот, и это основная прелесть, наверное, этих топок, что можно выбрать пять вариантов внутренней футировки. Это шамотный кирпич, светлая керамика, терная керамика, широкие стальные панели и 3D панели. Скажите, вот сегодня мы можем наблюдать в интернете огромное количество интернет-магазинов, безымянных, которые занимаются просто перепродажами. Иногда человек приходит к профессионалу, получает консультацию, а затем пытается купить такую же топку подешевле в интернет-магазине. Это свой психотип людей, это люди мамонты, они вымирают, их становится с каждым годом меньше и меньше, то есть, ну, осознанность людей растет, и люди все-таки хотят покупать уже не какой-то отдельный топ, где-то трубы, что кто-то там пришел и сделал, а хотят видеть какой-то законченный продукт, и чтобы люди от а до я ввели проект, и было кому позвонить, было с кого спросить, потому что если где-то заказать топку, там подешевле, там привезти, где-то купить трубы, там попросить строителей поставить, то потом некому будет звонить и обратиться в случае для возникнения любого вопроса. Сколько стоит построить камин? Я думаю, что вы сможете ответить мне на этот вопрос хотя бы приблизительно. Если я хочу камин, на какую примерно сумму мне нужно рассчитывать? Ну вот я думаю, что вот начинаются всегда старты, да, такие, то есть если это есть не только камины, есть печь камины, то есть готовые решения, где выводится просто дымоход, подготавливается основание, делается противопожарная стенка, то такие проекты начинаются, я думаю, что от 100 тысяч и там до 300, то есть стоит печь камины. Если говорить о камине, то камины все-таки, наверное, стоят, ну... Ну минимально это совсем за самое простое решение, это там вот, наверное, вот 200 тысяч. Это там самые простые трубы, это там самые простые трубы, которые не будут работать, там система чистой стеклости, длительного горения. Невысокий дом, невысокий, скорее всего. То есть маленький бюджетный каминчик, это где-то 200 тысяч. Да, с отделкой под ключ, так же. Да, нам такой камин нужно, чтобы более-менее приличный. Да, но мы стараемся все равно поставить хорошие трубы, правильную изоляцию, потому что рынок наполнен товарами. Ну то есть вот рубом метр трубы, да, для камина, там высотого диаметра может стоить там от полутора тысяч и там до десяти. То есть, представляете, да, какая классификация, там есть там вата там за 200 рублей, есть там за 400, за 600, а лист силиката кальция стоит там 4 с половиной тысячи. Ну вот это стоит. Но в этом во всем нужно разбираться. Надо объяснять, надо объяснять, надо показывать. То есть можно сэкономить на отделке, можно покрасить потом стены, можно сделать какую-то, ну то есть, ну вот на каких-то фундаментальных вещах, то есть при строительстве не стоит экономить. То есть сам дом должен стоять на хорошем основании, камин должен быть сделан, все скрытые коммуникации, сам дом должен потом радовать, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем, потому что потом решать какие-то возникшие сложности или неприятности бывает решать очень больно, сложно, дорого, а иногда и невозможно. Мы с вами затронули тему труб дымоходов, и я бы хотела поговорить об этом поподробнее. Сделаем это в следующем видеоролике. Друзья, оставайтесь с нами.